Добрый день! Вновь с вами Интернетура, вновь с вами Марк Сандомирский, Андрей Бархатов И сегодня мы будем отвечать на вопросы, можно сказать так, попытаемся раскрыть тему популярности в интернете Постоянно приходит куча вопросов, писем, в редакцию пришло письмо Как же сделать мой подкаст, мой блог супер популярным, чтобы меня читали круче, чем Тему Лебедева И вот сейчас Марк Евгеньевич вам расскажет, как же вам всем стать топовыми блогерами Ну, во-первых, давайте начнем с того, что секретов популярности в сети огромное количество Наберите такой поисковый запрос и найдете кучу сайтов И везде будет одно и то же Заплатите нам 1000 рублей или 1000 долларов И мы вас сделаем популярными Или выведем ваш сайт, ваш блог в топ Да, конечно же, речь не об этом А о том, какие существуют внутренние законы поведения людей в интернете На основании которых некоторые особо продвинутые пользователи Которые эти неписанные законы непостижимым образом интуитивно нутром чуют и используют Выбиваются действительно в самые топовые топы И топают Конечно же По головам От всей души И для нас, как для людей серьезных Мы относимся к интернету как к большому полю для исследований Исследователи как поступают Берется лягушка Препарируется Раскладывается на отдельные органы Отрезается и голова Да И делается вы, что без головы она живет еще лучше Видели их Также и мы, занимаясь исследованием препарированием интернета Виртуальным, конечно же Ни один юзер при этих наших исследованиях не пострадал А кто пострадал, мы об этом не расскажем Мы берем отдельные случаи в нашей сегодняшней теме сетевой популярности И пытаемся их препарировать, разложить по полочкам Выделить разные виртуальные органы успеха И понять, как они устроены, как они взаимодействуют Но говоря серьезно, повод для нашего нынешнего обсуждения секретов сетевой популярности Это реальный, можно сказать, феноменальный успех в сети Глобальный причем Речь не про Рунет, а про интернет в целом Музыкального ролика Созданного скромным корейским рэпером Его труднопроизносимое корейское имя Мы даже не будем в эфире озвучивать Его сценический псевдоним Сай Очень коротко А еще он себя называет пси Очень хорошо Так вот Пси Это начало многих слов Которые действительно пси И он не случайно себя называет пси И, видимо, от природы у него талант Понимание психологии людей Так или иначе До 30 с лишним годочков Был он почти безвестным у себя на родине Он стал пси-сай В считанные недели он стал всемирно популярным Ролик с его музыкальным клипом Выложенный на Ютьюбе За первые две недели набрал 300 миллионов просмотров Я в первый раз заглянул и посмотрел Это было в начале сентября Когда я посмотрел в начале октября То количество просмотров зашкалило за 400 миллионов То есть наличь нервной курицы в стороне А кто такой наличь? В сравнении с пси Сайям Да, конечно же Уже спустя три недели пребывания в сети Ролик набрал 3 миллиона лайков в Ютьюбе И по этому поводу уже был занесен в Книгу рекордов Генесс Сейчас готовятся следующие рекорды А за счет чего он приобрал такую сумасшедшую виртуальную популярность? Конечно же наши слушатели могут перейти по ссылочке Которой в анонсе подкаст И ознакомиться с этим шедевром Современного музыкального эстрадного искусства Я только прошу, чтобы они нас не обижали Что мы эту ссылку порекомендовали Будут ли они плеваться, топать ногами Или что еще иное Главное, чтобы не в нас Это вот Хотелось бы Даже, пожалуйста, виртуально Мы вас заранее предупредили Что с художественной точки зрения Этот шедевр Ну, явно шедевром не является Песенка, которая называется Каннамский стиль И в кадре Молодой человек пританцовывает В окружении лошадей и девушек И разного рода аксессуаров И, в общем-то Весь этот музыкальный хит Это набор таких простеньких ритмов Вот точь-в-точь Я думаю, вы узнаете Наверняка это уже было в вашем детстве Если вы ходили в детский садик И с вами занимались там воспитатели Ритмикой Два прихлопа, три притопа Или наоборот все время забывая Вот это как раз такие ритмы Для младшей группы детского садика Простые, незатейливые, совершенно детские Что касается текстов Там повторяется очень ограниченное количество слов По всей видимости, они тоже очень простые Они корейские? Большая часть из них корейские Два слова повторяются по-английски Но с таким восточным акцентом Что разобрать их непросто Лучше бы он не повторял Мы их озвучим чуть позже И все, что демонстрирует в кадре Это исполнитель И его труп, его подтанцовка Это такие простые телодвижения В этом танцевальном ритме Которые, опять же До смешного простые Они совершенно детские Если у вас в детстве была игрушечная лошадка И вы на ней увлеченно скакали На самом деле на своих двоих ногах Воображая, что вы скачете на лошадке То это именно такие движения и есть Рэпер Сай в своей незатейливой песенке Подтанцовывает этот канамский стиль Изображает, как скакать на лошадке Мы сейчас не про группу на Найк говорим Я что-то понять не могу Нет Нет, да? Точно? Точно, точно Одним глазком взгляните Это именно А я выживу Именно виртуальные скачки Ладно Именно скачки Хорошо В некоторых эпизодах ролика даже Его участники изображают лошадок Скачивают друг на друге верхом Прямо друг на друге? Да, прямо друг на друге Это плюс 21? Да, да Ужас Значит, а Нет, никакого секса Никакой эротики Совершенно нет Они играют в детскую игру Да Ах уж доиграются Да, да, да И весело там скачут И резвятся Честно говоря Вот такого наива Такого примитивизма И такой банальности Ну Трудно Нечто подобное было бы вообразить Но Именно в том И заключается Секрет популярности В интернете Чем-то вообще Что именно такой Примитивный Но не просто примитивный А детский Именно детский Контент Вот так Как дети Маленькие дети Просто не затеревая наивно Воспринимают мир В простых ритмах В ярких Кричащих красках С простыми Телодвижениями Под музыку И с небольшим Количеством слов Потому что Много слов Они еще не знают Вот этот детский Контент Оживляющий У человека Детский взгляд На мир Заставляющего Вспомнить Детское состояние И этим Оказывающиеся Близким По духу Сотня Миллионов Человек Пользователей Интернета Вот в чем Заключается Сегодняшний Секрет Популярности Черт возьми Опять Марк Евгеньевич Подвел Бомбу Под инфантилизм В интернете Ведь вот опять Говорил совсем о другом А обратно Про инфантилизм Что же такое Ну надо честно Признать Все что мы В подкастах Обсуждаем Оно Имеет Действительно Серьезную основу Это та реальность Которая К сожалению Никуда не уйдешь Даже если бы Временами Хотелось Хотя Это действительно Принято Модно Популярно И широко Расстранено Говорить о том Чего на самом деле Нет Так как будто Бы это есть А мы поступаем Иначе Мы говорим о том Что на самом деле Есть Это существует В реальности Даже если нам бы Не хотелось Чтобы это было так Но это действительно Есть Поэтому Замалчивать Такое нельзя И раз за разом Мы возвращаемся К подтверждению Жестких Неуклонно Исполняющихся Законов Поведения Людей В интернете В отличие От законов Юридических Сочиненных Самими людьми Многие люди Даже знают Эти законы Но их не Выполняют А вот Законы Массового Поведения Законы Психологии Написанные Не людьми А самой Природой Запрограммированные В мозге Каждого Человека Зашитые В него При Конвейерном Выпуске Они Людьми Неуклонно Исполняются Даже Когда Сами Люди Об этих Законах Ничегошеньки Не знают ЧПУ Совершенно Верно И тогда Оказывается Что да Конечно же Интернет Способствует Содействует Инфантилизации Общества В целом И При Длительном Пребывании Человека В сети Особенно Социальных Медиа Он Переключается В детское Состояние Мозг Переключается В состояние Мозга Маленького Ребенка Даже При Обсуждении Казал Взрослых Проблем При Просмотре Любого Контента И Это Сопровождается Различными Внешними Проявлениями Инфантильности Все То Что Так Подробно Изучает Английский Профессор С Юзан Гринфилд Об этих Работах С нашими Поправками Мы много Раз Уже В подкастах Упоминали Многие Блогеры Пользователи Сети Действительно Ведут себя Как дети Со Свойственной Ребенку Эгоцентричностью И Потребности Во внешнем Одобрении Желании Рассказать Даже О Самых Мелких Событиях Своей Жизни Чтобы Привлечь К себе Внимание И заработать Виртуальное Поглаживание По голове Которое Называется Лайками Да Но вернемся К популярности Все-таки К всемирной Популярности Как всем Стать популярными Ой не торопитесь Еще пару слов Надо все-таки Сказать Про эту Инфантилизацию Прогрессирующую Инфантилизацию Инфантилизацию Как будущее Всего Человечества Не только Виртуальном Пространстве Но и В офлайне Потому что На самом деле Как мы Раньше Говорили Интернет Не Виноват Или он Не главный Обвиняемый В том Что это происходит Сам по себе Образ жизни Современного Человечества Технологии Культуры Социальный Прогресс Социальное Государство Так называемое Там где оно Реально существует Или хотя бы Виртуально Декларируется Все это Подталкивает Человечество К инфантилизации В общем-то Может быть Это прозвучит Жестко Но тем не менее Так же Как человек Приходит В этот мир В детской Колыбельке Так похоже Он и проводить В будущем Будет свою Дальнейшую Жизнь В колыбельке И даже В мир иной Отправляться Тоже в колыбельке Только уже В новой Специально Для этого Предназначенной Ну то есть Как старая вера Подрастая Уже в гроб И в нем Ночевать И жить И телек туда Компутер И все остальное И заранее К этому привыкать И готовиться Из оффлайна Перейти в некоторое Иное Онлайновое Пребывание Существование Но в отличие От народных Традиций Новые пользователи Конечно же В этих устройствах Для Загробной жизни Будут сопровождаться И вайфаем И всяческими Гаджетами Девайсами И Выпусками Подкаста Интернатура Ну Мы на себя Конечно Это возьмем В меру силы И даже Я думаю Что веб-камеры Будут туда Установиться Чтобы Трансфировать Оттуда Свежие Постмортальные Новости Что там Происходит Обязательно С монетизацией Процесса А что Вы имеете Ввиду Под монетизацией Здесь Ну Как Это Будут Те Кто еще Не там Изучать Как же Там Хорошо И здорово Будет Это Такое Классное Реалити Шоу Такое Всенародное Загнивание С Установкой Кто Короче Загнивает На кого Можно Подделать Какие-то Ставки Это Такой Дом 132 Вы имеете Ввиду Будут Рейтинги И так Далее Загнивание Очень Соблазнительно Звучит Может Я бы Конечно Не хотел Принять Там Участие В качестве Одного Из рейтингуемых Но Прокомментировать Эти события Думаю Нам Неизбежно Придется В достаточно Близком Будущем Когда Такие Вещи Обязательно Появятся Но Возвращаясь Все-таки На землю Сегодняшней Жизни В этом Мире Возвращаясь Снова И снова К рецептам Сетевой Популярности Которые Как мы Убеждаемся Связаны Именно С детскостью Именно Это То Что Необходимо На потребу Широким Массовым Сегодняшнем Массовом Обществе Общество Тотальной Массовизации Культуры И интернета В том Числе Мы Сталкиваемся С тем Что Даже Мелкие Казалось бы Детали Становится Ключиками Позволяющими Звоевать Сердца Юзеров И Возвращаясь К ролику Сая С его Феноменальным Действительно Успехом Так Как это Бывает В детстве Даже Ошибки Наивные Детские Послужили Его Продвижению И раскрутке Сам По себе Этот ролик Его название Канамский Стиль Стиль Имеется Ввиду Музыки И танцев И стиль Жизни Канамский Канам Некоторая местность Откуда Испанин Родом Но Те Два Единственных Слова Канам Стайл Которые Он По-английски Произносит В своем ролике Но Произносит С милым Трудно Передаваемым Восточным Акцентом Это Очень трудно Разобрать И непонятно Что же Это за слова Он говорит И Большая Часть Юзеров Поначалу На слух Воспринимала Это И даже Потом Это вошло В название Ролика Как Гэнг Нам Стайл Гэнг Это сильно Да Ну Гэнг Понятно Гэнг Это и есть Гэнг То есть Банда То есть Шайка Вот только Что такое Гэнг Нам Непонятно А Гэнг Нам Стайл Вообще Нечто Такое Неизвестное Почему Это По-моему Это какой-то Корейский Шансон То есть Какая-то Бандитская Корейская Песня Возникает Да Во-первых Это что-то Такое Запретное А к тому же Явно Не поощряемое Взрослыми А к тому же Нечто Непонятное Таинственное И так Из-за В общем-то Игры В испорченный Телефон Как дети Играют Пробуждается Опять же Детский Интерес Ко всему Загадочному Непонятному Только Взрослые Знают Эти секреты И Немножко Запретному Только Взрослым Разрешено Играть Такие Игры Я Вспомнил Из доброго Старого Советского Прошлого Когда мы Слушали Всякие Вещи Бонием И так Далее Мы Слушали Какие-то Вещи Типа Варвара Жарит Кур Ещё Какую-то Чушь Грубо говоря В их Тих Словах А иногда Даже Абсолютно Матершинные Слова В их Тих Текстах Да Конечно И Всякие Шизгары И так Да Конечно После Но он Тоже Вот эти Неологизмы Эротизмы Вот эти Ошибочные Понимания Слов И непонятно Что они На самом деле Означают Привлекают Внимание И миллионы Людей Пытаясь Понять Пытаясь Догадаться Нажимают На кнопочку И снова И снова Это всё Просматривают И прослушивают Ну и Хотя Сегодняшний Наш секрет Интернет Популярность А именно Скрытая Инфантильность И обращение К инфантильной Аудитории Он имеет Большое Практическое Применение Может быть Некоторые Из наших Слушателей Даже воспользуются Этим Рецептом Но теперь Нужно Защищая Интернет Защитить И саму Так называемую Инфантильность А как же То есть В инфантильности Есть какие-то Свои плюсы Ну конечно же Да Ведь когда мы Произносим Это слово А что за ним На самом деле Стоит Дитё Ничто иное Как Некоторые Характерные Для ребёнка Психологические Особенности Которые Проявляются Во взрослом Человеке Ребячество Совершенно верно Да Надо признать В некоторых Ситуациях Взрослой жизни Инфантильности Деткость Неуместны Но порой Как мы Не тужимся Большая часть Людей Пытаясь Выучить Новый Язык Как это Тяжело Дается И не Продвигаемся Дальше Какого-нибудь Нет кайфа В лайфе Хоть Фейсом Аптейп Ребёнку Учиться Гораздо Легче Ребёнок Как губка Впитывает Новую Информацию Этому Взрослые Могут Поучиться У детей Кроме Того Замечательное Свойство Ребёнка Общительность Совсем Маленькие Дети Которые В песочности Ещё Играют Которые Пешком Под стол Ходят И общаются Друг с другом Легко И непринуждённо Многим Взрослым До этого Расти И расти В обратную сторону И наконец Замечательное Свойство Любого Ребёнка И вот Эта Известная Фраза О том Что До 5 лет Каждый Ребёнок Гений Потом Только Об этом Забывают В маленьких Детях Природой Заложены Неиссякаемые Возможности Творчества Они Создают Творят Свою Мир Они Придумывают Новое В процессе Детской Игры Сочиняют То Что Придумать Взрослому Неподсил Так Вот И для взрослого Человека Любое Любое Творчество Даже Серьёзное Научное Тем более Художественное Творчество Опирается На эти Детские Свойства Мозга Детские Стороны Души Тот Взрослый Человек Который В себе Поощряет Поддерживает Взращивает Освежает Возобновляет Реанимирует Маленькие Частички Детскости Но Обращает Это на Пользу В каком-то Творстве Которым Он занимается Вот тот И оказывается Талантливым Успешным И востребованным И тот же Сами Рэпер Сай Который В своём Ролике Два Прихлопа Три Притопа Подпевает Детские Детские Песенки И Танцует Детские Танцульки И тем Привлекает Внимание Огромного Количества Людей Является Тому Наглядным Примером Не Ну Это всё Здорово Когда Вот эту Возможность Этой Инфантильности Можно было Дозировать Ведь И циан Истекали Полезен В тел Тех Микродозах Которые Существуют Ведь Собственно Говоря И Наркотики Изначально Все-таки Лекарства Вопрос В том Если Конечно Начать Жрать Циан Истекали Уже Приличный Объём Это Просто Сдохнешь А Если Потреблять Наркотики И ловить От этого Кайф Мы все Тоже Знаем Что Будет Как И тут Ведь Нужно Этот Инфантильин В микродозах И Как Дозировать Кто Будет Инъекции Делать Ловлю Вас На слове Андрей Конечно Мы Не будем Заниматься Опытами С дозировкой Цианистого Кали А вот Как Заменить Приём Наркотиков Потому что Приём Наркотиков Точно так же Вызывает Детское Состояние Экстаза Всё Совершенно Одинаково Это именно Детское Состояние Имитирующее То что Происходит В процессе Рождения С человеком Как Это Дозировать И как Это Дозировано Научиться Взрослым Людям Использовать Для того Чтобы Развивать Себе Креативность И что-то Хорошее Мы сейчас Говорим Про Инфантилизм А не Про Наркотики Совершенно Верно Про Дозируемую Инфантильность Которая С одной Стороны Заменяет Наркотики Потому что Даёт Человеку Проживать Ту же Самую Эйфорию Вплоть До Экстаза Без Химии А с другой Стороны Полезно Для того Чтобы Развивать Креативность И творческие Способности Так вот Эту Самую Креативность Полезную Инфантильность Мы предлагаем Развить Всем нашим Слушателям Вопросы По этому Поводу Присылать Нам Онлайн И Присоединиться К нам На одном Из Следующих Оффлайнов Заседаний Нашего Творческого Живого Оффлайнов Клуба Немножко Инфантильного В меру Но С кайфом Всего Добра До встречи Инфантильного Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...